друзья всем привет вы на нашем канале алекс family news и и сегодня мы снова едем смотреть очередной домик от застройщика нашего города берем вас с собой конечно же мы уже несколько домов показали красивых больших домов сегодня постараемся пойти в такие дома которые не супер большие потому что наши зрители просили показывать и более меньшего размера дома может быть какие-то дома в районе 300 тысяч попробуем посмотрим есть у нас тут на одной дороге несколько домов которые внешне как раз кажутся не сильно большими и я не знаю конечно их стоимость мы пойдем узнаем сколько стоят такие домики ну и покажем вам если у нас вообще дешевые дома в нашем городе или нет на самом деле на сайтах мы смотрим от застройщиков дома не стоят меньше 300 тысяч в основном 310 и выше но за 310 тысяч это дома обычно в комьюнити в таких закрытых территориях там всегда дешевле дома потому что застройщик выкупает места в этом комьюнити и строят уже там свои дома чаще всего там небольшие участки поэтому дома не сильно дорогие а если в черте города если это не закрытая комьюнити если это отдельно стоящий участок отдельно стоящий дом то такие дома обычно стоят дороже но посмотрим что предлагают эти застройщики ну и хочется показать небольшие обновления вот этого дома который напротив нас строится прошлый раз мы показывали тоже когда перед тем как ехать на обзор дома здесь небольшие изменения произошли я показывала в прошлый раз они постелили траву они тут каждый день и и поливают поэтому она уже такая зелененькая стала то была желтая лежала травка позеленела и смотрите какое приняли решение не знаю хозяева или же застройщик они покрасили ворота и входную дверь в такой нежно-бирюзовый цвет я не знаю насколько виден будет свет хорошо как камера передаст но мы так удивились когда покрасили они в такой цвет дом такой серо-бежевый кирпичики вот эти тоже серо-бежевые и такие бирюзовые ворота и дверь своеобразное решение не совсем на наш вкус но как говорится на вкус и цвет товарищей нет кому-то нравится возможно и многим нашим зрителям тоже такой вариант понравится так подъехали мы к одному из дом из домов вот здесь прям куча машин что-то неужели столько посетителей пойдем сейчас посмотрим его ну хочу сначала обойти вокруг дома и посмотреть его территорию очень маленькое пространство конечно между домами но это именно в этой секции все же зависит еще от места где находится дом другие секции более больше пространство между ними так ну в данном случае не сильно большой бэкьярд вот прям вообще маленькое место для выхода на бэкьярд вообще малюсенькая и вот такой небольшой участок но это именно этой локации то что по городу очень много разных локаций застройщик у нас называется вот так holiday builders так ну вот так выглядит дома здесь у нас есть шланг куда подключать краник 10-ка вот смотрите выход из дома прям раз и без ничего сразу дверца какая-то пальмочку здесь они высадили красиво здесь у нас еще какие-то выходы входы ну в общем друзья пойдемте смотреть какой он внутри друзья в этом доме вот вход получается там у них сейчас идет митинг это представители и поэтому мы так аккуратненько поснимаем здесь не очень высокие потолки давайте так пойдем наверно вот со входа заходим в этот домик смотрите сразу слева у нас получается кухня не очень большая это недорогие дома здесь доступные цены в конце мы покажем расскажем сколько стоят такие дома но вот для разнообразия до посмотреть как выглядят дома более низкой ценовой категории чем те что мы показывали до этого так вот такие здесь у нас ящички обычные серая кухня без ручек пока что видимо можно выбирать ну вот отсюда такая столешница в принципе для четырех человек могут сесть так приятно стоишь когда до за раковиной моешь там посуду смотришь на гостей там или на родственников на задний двор скажем так такая миниатюрная комнатка здесь у нас газа электрическая плита также небольшое еще с места с ящичками и холодильник там у нас идет столовая зона вот там сейчас как раз митинг потолки обычные сколько слов обычные потолки высота в районе восьми фит то есть современные дома они строятся уже с высокими потолками там 9 с лишним а здесь получается такие низкие сразу чувствуется совершенно по-другому ощущается дом когда низкие потолки вот такая небольшая гостиная здесь вмещается по сути вот диванчик не сильно большой столик два кресла телевизор маленькая такая уютная гостиная в принципе если семья небольшая то это окей вот сюда выход у нас на задний двор порча здесь практически нет вот я не знаю тут наверное метр на полтора даже не метр меньше метра здесь меньше метра и тут наверное вот метр двадцать максимум так сразу хочу пояснить здесь у нас да выход на дорогу но это модельный дом видите даже вывеска это не жилой дом это модельный все модельные дома у нас строятся друзья с выходом на дорогу как реклама это реклама застройщика его дома поэтому они максимально стоят в открытых доступных местах потому что очень часто под всеми видео нам пишут чуть ли не возмущаются как это дома дороги что это за выход на дорогу вам построят этот дом на любом участке у них готовые дома стоят вот вот идут улицы да туда туда дома вот на таких улицах они построили эти дома а модельный дом это как реклама он стоит всегда на дороге чтобы его проезжающие люди могли видеть заехать и посмотреть потом конечно его продадут тем кто хочет жить у дороги кого не смущает дорога но по сути это не важно в данном случае модельные дома это рекламные дома ну вернемся к дому окей идем дальше сюда поворачиваем здесь у нас значит кондиционер регулируется и сразу у нас вот такая комната я так полагаю это мастер-бэдром слушайте но она такая маленькая вот в больших домах такие комнаты обычно костевые здесь мастер-бэдром но стоит огромная king-size кровать вот вмещается в принципе две тумбочки одно окошко здесь одно окошко сюда у нас поставлен комод с зеркалом вот по сути все как бы вот комната чисто кровать и комод больше здесь ничего не сделаешь дальше и из этой комнаты выход идет в ванную комнату тоже она не сильно большая здесь у нас душевая кабина такая простенькая вставная да не плиточка обложена обычно когда кабины обложены плиткой они подороже чем вот такие вот стандартные пластиковые скажем так что в ручкой задвигается видите даже стекла нет здесь у нас открытая такая кладовка с ящичками пространство и сюда направо у нас идет уже гардеробная в которую можно войти она достаточно просторная в принципе здесь у нас еще вот щитки в гардеробной обычно в гараже делают такие они что-то в гардеробной сделали но кей и здесь раковина раковина одна с вот таким зеркалом освещение чисто вот самое простое наверху без всяких лампочек раковина 1 обычный мастер bedroom делают удлиненную столешницу и две раковины а здесь такой простенький вариант 1 ну и тут за углом у нас туалет унитаз стоит с вытяжкой он у нас без двери то есть такая вот простенькая ванна в принципе уютная много не надо ну учитывая стоимость дома в принципе можно понять почему все так миниатюрно слав как тебе домик Неплохие потолки маленькие низкие потолки да так дальше у нас выходим из комнаты здесь у нас как мы видим кухня и сюда у нас идет прачечная здесь у нас ставится 2 2 машинки до стиральная и сушильная сушилка сушка вот тут у нас кондиционер не загороженный но это уже надо самостоятельно надо загораживать вот это вот нюансы домов с бюджет бюджетных домов то что вот такие вещи вроде кажется ничего страшного да но когда смотрел дорогие дома уже как бы это как будто минус ощущается здесь у нас выход в гараж здесь наверное закрыто да здесь закрыто так как это модельный дом видимо там у них что-то хранится но в любом случае здесь гараж то есть смотрите вот она у нас гостиная кухня здесь мастер бедрум хозяйская спальня сюда сразу в прачечную и в гараж вот все пределах двух шагов так ну и на другую сторону здесь у нас две комнаты вот он вход у нас до кухня гостиная и на эту сторону у нас получается две комнаты гостевые так вот одна комната здесь видите даже светильников нет просто вот такие вот лампочки вкручены ну тоже здесь уже queen-size кровать стоит две тумбочки довольно таки широкенькие хорошие местились ну плотненько видите прям уже к стене и все больше ничего не вмещается расцветка такая интересная на стенах да вот тут кому-то нас с фигурным зеркалом так дизайнеру дизайнеры украсили эту комнату шторочки бестюли обычно жалюзи здесь вешают потому что флорида очень солнечный штат и жалюзи спасают и здесь гардеробная обычная гардеробная в которую не войдешь просто как шкаф в стене в которой вешаешь вещи складываешь такая друзья комнатка следующая комната я думаю примерно такая же давайте двери закроем вернем их в положение как были подушечки там красивые стоят так мы идем в следующую комнату но между ними и здесь идет общая такая ванная с одной раковиной с ящичками тоже здесь обычное зеркало с обычным светильником вверху унитаз и уже вот такая ванная не душевая а можно здесь в принципе при желании полежать ну стандартная такая обычная бюджетная ванная тоже со шторочкой ну такая небольшая получается вот как бы раз и все это считается как гостевой туалет и также ну ванная вторая комната для вот этих двух комнат одна и здесь вторая точно такая же но здесь у них выставочный зал по сути все то же самое вот сюда поставить кровать две тумбочки ну или в эту сторону уже как решите сложно так понять да когда кровать стоит уже легче понять как выглядит комната а когда вот так уже по-другому вот здесь материалы образцы на пол покрытия которые у них предлагаются ручки вот можно выбрать все кабинеты все ящики у них на данный момент без ручек но можно выбрать ну я так полагаю можно и без них потом самим купить у нас распаковки знаете сколько ручек попадается так вот такой выбор у них столешниц плин . это можно сделать фартук на кухне скорее всего из этих плиток вот такая еще плитка матовая глянцевая и вот такая еще под мрамор такая рифленая это вот варианты шкафчиков шкафчиков да из какого материала можно сделать шкаф дом снаружи можно вот еще отделать камешками вот так да чтобы сделать например отделочку около дома такими камнями можно выбрать себе варианты так здесь у них еще огромный выбор разного ковролина здесь вот на полу и вот ручки дверные в дверь с замочками выбор смесителей которые они предлагают душевых лейк но мне такие лейки не нравятся вот то есть вот такая комнатка друзья здесь идет выходим слайк тут общается так ну и еще есть кабинет здесь вот с этой стороны с этой идет у нас столовая при входе с этой стороны идет такое место небольшое которое можно использовать для кабинета по сути здесь и есть кабинет на данный момент но и в доме можно использовать то есть получается три комнаты жилых и одна вот такая как под офис дополнительная миленький хороший неплохой домик в принципе вот у них есть такие планы мы не все взяли поэтому если хотите сделайте стоп кадр и посмотрите каждый план потому что некоторые наши зрители очень любят рассматривать планы домов поэтому снимаем так вот такие цены покажем сейчас когда уйдем отсюда из дома чтобы не мешать вот еще вот здесь какие-то планы у них сейчас поснимаем быстренько они у них очень похожи многие однотипные вот ну вот как бы на этом все друзья ну а снаружи этот домик выглядит вот так здесь у нас гараж на три машины сейчас видите тут много машин потому что у них летучка здесь все представители собрались и они до 12 вообще закрыты но нам разрешили зайти в дом поснимать вот такой простенький обычный домик вот такой здесь driveway дугой заезжать машинам ну видно да дом такой низкий потому что потолки невысокие и сразу со стороны это в принципе и видно по сути ну вот фасад дома можно выбрать сделать его немножко веселей не такой унылый как он здесь но тем не менее вот друзья название застройщика и вот они дали нам список доступных домов видите вот с буквой отмечены дома которые у них в принципе на продажу какие-то еще строятся какие-то уже построены ну и вот смотрите цены да вот у нас размеры идут домов то есть разные и маленькие есть 1200 square feet и побольше 1800 вот есть даже 2000 да 4 bedroom 4 комнатный 323 тысячи стоит такой дом но его нет в доступе на данный момент вот есть подобный 323 тысячи и у всех этих домов которые здесь предлагаются у всех низкие потолки ну такие стандартные невысокие имеется ввиду ну и вот смотрите цены да до 300 тысяч в принципе есть дома чуть чуть выше 300 200 самый дорогой получается вот 323 тысячи до который 4 комнатной так еще на этой стороне у нас тоже вот тоже 4 bedroom но подешевле зависимости еще в какой секции дом стоит потому что от секции тоже цена зависит от района в котором находится этот дом вот но вот пожалуйста да то есть бюджетные дома в наличии есть цены более менее доступные вот он получается этот дом который мы сейчас смотрели на картинке и вот он его план план этого дома square feet и здесь у нас 1500 square feet а если вместе с гаражом и с входом то получается 2190 ну потому что гараж на 3 машины поэтому много а так по сути дом на 1500 square feet не сильно большой такой средний обычный домик для небольшой семьи еще хотела сказать что это цены уже с участками то есть земля входит уже в стоимость этого дома если до этого мы смотрели дома они стоили в районе там 400-400 с лишним без участка туда нужно было еще прибавить как минимум 60 тысяч то эти дома уже участок включают если они продают вместе с участком за 300 тысяч то дом без участка выходит там 240 тысяч всего лишь не сильно дорого для первого дома возможно для начального такого старта может быть и нормально знаете с чего-то начать не сразу с дорогих домов да а чтобы идти по нарастающей но это просто наше размышление просто как вариант мы посмотрели и бюджетный дом тоже как вам друзья этот домик напишите в комментариях конечно же все относительно если сравнивать с очень крутыми классными дорогими домами то этот дом кажется так себе ничего особенного но если в принципе оценивать как дом как свой дом как новый дом то объективно можно посмотреть нормальный дак минус этого дома самый большой то что низкие потолки там где потолки высокие дышится легче вот здесь все таки 8 фитов немножко низковато да прям заходишь кажется как будто нужно пригнуться после тех домов которые с высокими потолками выполнили просьбу наших зрителей показали дома в районе 300 тысяч показали небольшие маленькие дома потому что многие спрашивали а что у вас столько большие дома продаются маленьких домов у вас нет в городе вот пожалуйста один из маленьких домов но мы еще снимали один тоже небольшой дом тоже в районе 1500 скверфит самый первый дом делали мы на него обзор вот самом начале видео наш соседский дом это этот дом и есть есть у нас обзор на этот дом будет ссылка в описании под видео можете тоже посмотреть тоже был хороший симпатичный домик да внутри и там уже высокие потолки были там уже повыше не такие как здесь цена у него была где-то в районе 360 тысяч вот он такой более современный этот стандартный обычный домик а тот более современный мы отметили что тот дом за 360 там больше как-то окон он светлее за счет вот этих потолков высоких он прям вот пространство чувствуется несмотря на то что сам дом 1500 скверфит вообще holiday builders это очень популярный застройщик у нас в городе у них очень много домов но как вы видели и по списку и в принципе мы смотрели на сайте вот у нас есть еще один застройщик seagate но у них планировки мне не очень нравятся и они завышенно дорого продают дома я не думаю что не лучше качество чем эти дома может быть там кое-где потолки чуть повыше но ценник у них значительно выше и у этого застройщика я так поняла дома не в комьюнити они строят по разным адресам по разным точкам нашего города потому что в списке видно что разные улицы разные секции обычно с этой комьюнити то это одна улица да ну секция во всяком случае и там много у них участков а здесь нет здесь у них разброс по городу и это хорошо кстати вот едем сейчас на другой дом смотреть и мимо и увидели что здесь вот стоит дом вот этого застройщика где мы только что были holiday builders и вот пожалуйста он уже продан вот так выглядит уже готовый дом построили и продали вот так простенько ничего особенного но чистенький и аккуратный то есть да популярность ехали на другой дом смотреть и вот пожалуйста по улице встретили дом этого застройщика уже в живом готовом виде пожалуйста приходите и живите ну вот кто-то уже купил придет и будет жить сейчас мы поедем смотреть дальше домики но уже следующий домик который мы посмотрим это уже будет у нас тема для следующего видео в этом видео мы показали вам этот дом напишите пожалуйста ваши отзывы и на этом будем прощаться друзья с вами Спасибо, что посмотрели с нами домик Спасибо, что прогулялись Надеемся, вам было интересно Желаем всем всего самого хорошего, доброго Берегите себя Увидимся теперь в следующем видео Всем пока Пока-пока